Добрый день, уважаемые коллеги, партнёры и инвесторы! Вы находитесь на канале Двигатели Дуйнова. С вами, как всегда, Александр Сударев. И, как всегда, мы находимся на территории Sowellmash. В этом видеоролике вы узнаете много интересного про тяговые электродвигатели разработки Sowellmash. А разобраться в этом вопросе подробнее нам поможет ведущий инженер Игорь Корхов. Приятного просмотра! А теперь проверяем данный электродвигатель на максимальный пусковой момент под управлением частотника Куртис на 650 ампер фазного тока. У нас заторможена нагрузочная машина 270 ньютон на метр. Начинаю наращивать ток. Растёт момент 100, 150, 200, Ну, 205-207 ньютон на метр стартового тока данный электродвигатель выдаёт при 650 амперах фазного тока. В принципе, нормально, всё в расчётном диапазоне. Крутим мотор на 2000 оборотов. С 10 ньютон на метр 90% кпд 2,3 киловатта. 20 ньютон на метр 90 с лишним кпд 4,3 киловатта. Уже если на автомобиле это скорость порядка 50 км в час. Дальше крутим. 30 ньютон на метр. Уже почти под 92 кпд прыгает. 6,5 киловатт. То есть на легковушке эта скорость порядка 70 км в час. 40 ньютон на метр. Также 91 с лишним кпд. Ну и 50 ньютон на метр. 10 с лишним киловатт. Уверенных 90 кпд. 90 км в час и 91 с лишним процентов кпд. 2000 оборотов. Ставим 2500 оборотов. Гоним дальше. Начиная с 10 ньютон на метр 90% с лишним кпд 3,3 киловатта. 20 ньютон на метр 92% кпд 6,2 киловатта. 30 ньютон на метр 92 с лишним кпд 8,7 киловатта. Ну и 40-45 вот уже за 12 кпд мощность пошла. Ну и также 92 почти сохраняется кпд. А это уже за 100 км в час. Ну и на 3000 оборотов крутим. Сразу вылетаем на 91%. 91,5%. Так же 91,5%. Ну и по 92 с лишним выскакиваем. Но уже по оборотам стенд дальше уже не дает нам. Вот как-то так с этим мотором. Итак, мы видим, что после всех этих мучений у нас обмотка двигателя разогрела всего лишь до 40 градусов. И это абсолютно без никакого охлаждения. Вообще никакого охлаждения нет. Компания «Совылмаш» разрабатывает электродвигатели разного типа. Но основное направление это общепромышленные на 380 вольт, которых миллионы используются на всех заводах и пароходах. Вот. Видно, что вот одинаковые два двигателя. Причем это двигатель классический, заводской, Е1 класса. А вот уже наш двигатель с нашей обмоткой «Славянка». Но уже класса Е4 в том же корпусе. Но компания «Совылмаш» занимается не только разработкой общепромышленных двигателей, хотя это и основное направление. Также мы разрабатываем и тяговые. Значит, тяговые, первый тяговый мотор, который мы разработали в сотом габарите, уже его показывали и на вебинарах. В принципе, вот она серия, вот они эти моторы. У них, в принципе, нормальный показатель для этого габарита. Вот. Но мы также продолжаем и с другими, работать с другими габаритами электродвигателей. В данном случае вот можно увидеть уже в 112. Это, конечно, гораздо более мощный двигатель. Он дает при 650 амперах фазного тока от контроллера 210 ньютон на метр на валу крутящего момента. Это уже очень серьезный мотор. Вот. Также, также и небольшого габарита мотора тоже разрабатываем. Вот, пожалуйста, вот такой вот малыш 80-го габарита, который выдает мощность, тем не менее, как жигулевский двигатель под 100 ньютон на метр. Вот. Вот такой вот мощный малыш. Вот. Ну и, соответственно, какие у нас будут заказы в дальнейшем по разработке, соответственно, мы их будем делать. А эти двигатели уже разработаны. На них делается документация. Если, соответственно, по этой документации уже заказчик может выпускать в серии, соответственно, эти двигатели. В общем, компания «Совелмаш» может разрабатывать абсолютно разного габарита электродвигатели, которые могут применяться в абсолютно разных условиях. От IP67, как данные электродвигатели, ну и климатические исполнения хоть для Африки, хоть для Крайнего Севера. Абсолютно любые. Ну и, как вы поняли, многоуважаемые зрители, наши двигатели могут работать в разных условиях. Как в суровых климатических условиях, так и просто в суровых. Они могут быть маленькими или огромными, мощными или маломощными. И все это говорит об одном. Наша продукция будет способна составить серьезную конкуренцию имеющимся на рынке решениям. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всего, что происходит в жизни проекта двигателя «Дуйнова», обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok